До наступления весны осталось две недели. Самое время хозяйствам республики начать подготовку к посевной с проверки качества семян. В колхозе родина Козловского района к началу полевых работ готовы. Техника проверена, семена заготовлены. Осталось проверить их кондиционность, чистоту, всхожесть и влажность. Екатерина Никитко побывала в хозяйстве, познакомилась с председателем и выяснила, как предприятию удается развиваться в наше непростое время. В 90-х колхоз родина был на грани разрушения. Руководители менялись один за другим, техника не обновлялась и давала сбои в работе. В 22-м же из старого только название. Продукция предприятия востребована в других регионах, производство расширяется, зарплаты повышаются, а техника обновляется. Один трактор стоит, как несколько иномарок. Здесь так налажена работа, грамотно, что работают с кадрами, работают с субсидиями, с техникой. Все вот как-то это сбалансировано и потому получают хорошие результаты. Наладить практически бесперебойное производство – дело не из легких. Это заслуга в том числе и Людмилы Емельяновой, председателя СХПК. Ее главный принцип – зарабатывать не на людях, а вместе с людьми. Ведь развиваться и развивать предприятия в одиночку не получится. За 25 лет управления колхоз «Родина» для Людмилы Емельяновой стал действительно родным. Здесь семья, друзья и дело всей жизни. Скучаю по коллективу, по работникам. Просто скучаю. Вот честное слово. Вот вчера, думаю, дети уехали, и думаю, когда уж лучше на работу в понедельник. Не то, что там покомандовать. Просто хочу увидеть их, поговорить, пообщаться. Ну вот за столько лет жизни привыкла к ним. Ну как семья моя. Хорошие результаты приносят и эффективное распределение ресурсов. Купили тракторы «Барану», вернули часть стоимости по государственной программе субсидирования. Средства потратили на развитие предприятия. Таким образом, работа в хозяйствах республики идет весь год. Сейчас, например, важный этап – сортировка и проверка семян. Ведь, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. На данный момент мы проверяем частоту пшеницы. Мы взяли 50 грамм пшеницы и разделили на отход и основную массу пшеницы. В отход входят битые зерна, комочки земли, сорняки. Потом мы взвешиваем основную культуру на весах и находим частоту семян. В числе первых по подготовке к посевным работам – Яльчикский и Комсомольский районы. А в Красночитайском засыпано уже 100% кондиционных семян. По республике у нас засыпано семян яровых и зернобобовых культур. В процентном соотношении это 98%, а в тоннах – 47 тысяч тонн. Техника тоже не простаивает. Зимой, пока не начались посевные работы, тракторы очищают территории района от снега. Екатерина Никитко, Игорь Зверев, Республика.